Я тут затеял некую авантюру, когда хочу внутри понятия и различить два вида понятия, но я сам понимаю, что это своего рода авантюра, потому что мне самому не все тут нравится, но мне кажется, что это может быть плодотворно. Но вот я одни понятия называю для себя маркировочными или феноменологическими, а другие понятия называю чистыми. Помнишь, вот у Канта есть различение? Только у Канта все понятия чистые, он считает, что все понятия не из опыта, а все понятия имеют внутреннее происхождение, они все субъективны, и просто они к опыту могут применяться. А вот я пытаюсь продвигать ту линию, что отдельные понятия являются чистыми, действительно они не из опыта. Пишутся. Да. А другие понятия, другие понятия, они возникли из опыта. Два вида понятия есть. То есть и эмпиризм прав, и априоризм прав, и Канн прав, как бы, и Юн прав, то есть, или там Лок прав. И при этом мы чистые. Это я по поводу того, что фашель могут попахивать, да? Ага. 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 Если действительно основываться на более такой близкой на точке зрения, что отдельные понятия мы из опыта берем, а отдельные понятия у нас являются чистыми, то тогда вот возникает вот это вот деление. Феноменологические понятия. То есть те понятия, которые мы, поскольку мы взяли из опыта, то и применение их к опыту никаких проблем нет. Они, в принципе, описывают опыт, и мы используем, чтобы фиксировать опыт, да? Допустим, вот я говорю чашка, да, там, или там стол, стул, там, пространство, называемое время, я пытаюсь зафиксировать какие-то реальные аспекты реальности, да, вот, которые, как бы, которые непосредственно вижу. А нереальные аспекты реальности? А нереальные аспекты реальности? Это любовь. Не-не-не. А есть чистые понятия, которые фиксируют отношения вот этих вторых понятий феноменологических. Ну, своего рода, как бы, они дополняют эти наши вот феноменологические понятия до того, чтобы образовать некую целостность, полноту. Вот как мы, у нас, мы реальность, на самом деле, как бы замыкаем, да, без своей субъективности. То есть реальность, на самом деле, она вот разрознена, она разваливается постоянно, да, она, своего рода, какой-то хаос. А мы ее упорядочим в том смысле, что вот мы ей придаем благодаря нашему знанию, вот как бы завершенность ей придаем, да, вот такой. Ну, это вот завершенность выражается, допустим, в каких-то теориях, концепциях, да. И возникают какие-то понятия, типа понятия причины, да, понятия цели, понятия субстанции, понятия субъекта, понятия, может быть, даже сознания, потому что непонятно. Просто есть еще третий вид понятий, который непонятен. То ли они являются вот такими описателями, то есть дескриптивными, феноменологическими, маркировочными, как я говорю, то ли они являются чистыми, непонятными. Тут вся проблематика состоит в том, что границу четкую не провести, конечно. И более того, у разных людей, может быть, эта граница по-разному проведена. Одни одно считают дескриптивным, другие другое считают дескриптивным. То есть здесь еще, ну, тут просто требуется дальнейшее исследование, на самом деле. Я даже затрудняюсь в примерах, да, каких-то там, ну, допустим, понятия, опять же, взаимодействия, да, там, понятия, даже понятия отношения, наверное, и то, наверное, является чистым. Ну, и тут в чем я вижу, в чем я вижу некоторую эверистичность вот такого развлечения. Благодаря этому можно будет говорить о том, что вот отдельные понятия, они точно так же описывают некую реальность. То есть они в каком-то отношении реальны. Вот как мы говорим, допустим, вот мы сейчас благодаря Канту, даже благодаря вот империстам этим, реальным считаем, ну, скажем, не конкретно мы, да, а вообще как бы вот сейчас установилась такая точка зрения, там, философия, да, что реальным является только чувственно воспринимание. То есть то, что можно потрогать, пощупать, вот то реально. А все, что касается смысла, да, все, что касается понятий, оно вроде как нереально. Да, вот. Это, ну, прежде всего это благодаря Канту, конечно. Но вот Хадиггер уже вроде говорит по-другому. Он говорит, что язык дом бытия, и у него получается, что и смысл тоже существует, да. У Аристотеля, допустим, категории существует. То есть то, что соответствует категориям. У Гегеля все понятия, да, они все существуют, да. Ну, вот есть как бы два таких противопоставления, ну, можно как бы как бы свести их в противопоставление номинализма и реализма, но каждый раз все вот эта совокупность понятий берется как одно целое. И вот в этом я вижу вот некоторого рода неправильность. А почему внутри понятия вот не разбить вот так, да, не провести границы, что действительно есть понятия, которые, ну, бессмысленно непосредственно к реальности относились. Они просто нереальны по самому факту, да, их применения. Мы просто не видим их в самой реальности. А есть понятия, которые отражают некие смыслы, которые в самой реальности есть. И они как бы феноменологичны в том смысле, что вот помимо чувственно-воспринимаемого в виде, в нашей реальности есть же смыслы. Вверх, низ, право, лево, там, внутреннее, внешнее, да, да, и прочее. Очень много смыслов, но это просто такие элементарные смыслы. Вообще весь язык, ведь он же пытается быть описательно-реальным. Он же не просто там, как язык, как бы ни о чем, да, вот он же направлен, да, на реальный. И когда мы говорим на языке, мы же пытаемся вот все-таки реально описать. Конечно, он язык благодаря своей способности может и нереально описывать, это все понятно. Ну, в языке же очень много вот этих вот вещей, да, вот понятий писательных там, таких вот дескриптивных. Опять же, эта задача была у самого Гусера, если вспомните, да, помните, дескриптивная феноменология. А там же тоже так же проблема состояла, как можно описать вещи, допустим. Потому что описывая вещи, мы применяем понятия. А понятия, согласно Канту, нас опять же отбрасывают в субъективность. Да, и получается, что мы уже не саму вещь имеем, а имеем только нечто субъективное. То есть, мы опять же покидаем пределы, как бы, да, вот, реальности и оказываемся просто в субъективности. И поэтому у Гусерля-то как раз вот это вот, то, что называется интеллектуальная интуиция, тоже присутствует. Он тоже считает, что вот наэма и наэзис, да, то есть, на самом деле, что мышлению соответствует нечто реальное в виде наэма. То есть, есть некие смыслы, да, вот они объективные смыслы, как наэма. И мы эти смыслы точно так же постигаем. То есть, мышление — это такая же способность, как и способность восприятия, только просто на разных уровнях работает. Восприятие выхватывает то, что соответствует чувственную, да, вот, там, зрению, соответствует образы, слуху, соответствуют звуки и прочее. А мышление, оно выхватывает смыслы. То есть, у него есть свой предмет, у каждой способности, как мы говорили, свой предмет. И причём как бы вот когда Хадиги начинает говорить о своей философии, что язык должен быть я, он точно так же основывается на этой феноменологии. Ну или там после него всякие там герменевтики. Герменевтики, да. Да и у Хаггера было, что герменевтика мира. То есть, что мы осуществляем герменевтику мира. То есть, читаем текст. Фактически, мир и читаем как текст. Тогда понятно просто... Здесь эта грань смыта, да? Как бы мы воспринимаем или мы понимаем. Нет такого тут различия. Мы читаем текст. То есть, тогда понятно, почему мы не мысли, что такое тогда мышление. Потому что мышление это не какая-то субъективная деятельность упорядоченного знания. Как и получается у Канта. У Канта же получается так, что если мышление не обращается на опыт, если оно просто не упорядочивает опыт, не связывает его в то, что называется опытом, тогда оно просто занимается регулятивной функцией. Оно упорядочивает знания по классификации. Что не так, на самом деле. Не в этом мышление это состоит. А что мышление вот именно смысл высвечивает, выхватывает. Понимаешь, которые являются объективными смыслами. И мышление, оно вот именно расширяет эти смысловые горизонты. То есть, оно продуктивно. У Канта же оно не продуктивное мышление. Оно принципиально вторично. Оно, возможно, продуктивно. Если мы и так подходим к мышлению, тогда вот эта вот классификация и разделение на феноменологичные понятия, то есть понятия, которые взяты из опыта, являются их обобщением опыта, и понятия, которые чистые, может быть послужат в будущем, в каком-то более точном увидении всех этих философских проблем. Мне кажется, что здесь есть какое-то простое развлечение, но мне кажется, что здесь... Надо придумать, как бы это развлечение провести... Чётко. Более чётко. На каком-то другом основании. То есть, не просто сказать, там, из опыта, не из опыта. Что-то в них должно быть такое... Я вот, например, не понимаю, как вот... Берём конкретное понятие какое-нибудь. Является оно феноменологичным, не является. Как это доказывать, допустим? Вот понятие, допустим, отношения. То ли оно феноменологично. Вроде отношения же углядываются, что тут столб, там стол, допустим. Вроде они относятся. Но отношения я же не вижу глазами. Вроде это смысл. Но, в другом случае, смысл это в самом, как бы, в котором я этот смысл отношений в самом реальности ухватываю. Или я ухватываю только смысл, конкретный смысл этого отношения, а вот само понятие отношения, оно уже является чистым. И вот каждый раз, по каждому, по поводу многих понятий, особенно таких обобщающих понятий, возникают такие проблемы. И тут, кстати, возникает, в частности, и вырастает вот та проблема, которую мы возили в Догос, по поводу сознания. Вот сознание. Мы постоянно используем это понятие. Так вот, сознание, это является вот таким маркировочным термином, который маркирует реальность, феноменологическим понятием. Как обозначение. Вот, например, чашка. Обозначили ее как... Чего-то, что есть. Да. Чего-то, что есть. Одно. И мы потом можем его рассматривать, что оно имеет много каких-то там, характеристик, свойств, аспектов. Или это вот, на самом деле, просто чистое понятие. Вот оно возникло, своего рода как-то там возникло, непонятно. Нет. Тут не получится, что оно чистое. Скорее, если тут говорить о том, что оно неправильное понятие. Да, что нет такого единства. Да, что оно просто... Оно является учрежденным понятием. То есть, получается, что еще есть какие-то учрежденные понятия. Ну, не знаю. А чистые, чем плохие? Вот. Почему? Все чистые, получается, учрежденными, нет? Ну, потому что учрежденные понятия, может, не существуют, а все чистые-то... А все чистые тоже не существуют, да? Ну, непонятно, да. В чем между ними... И вообще, на самом деле, если честно, когда говорят, что понятия существуют и не существуют, не очень понятно, что вообще говорится. А? Ну, было бы понятно, если бы действительно мы, честно, признали для себя, что мы за себя ведем. Мы себе так смело очень сказали, что мы допускаем категориальную туицию, да, категориальную с сердцами. Да, есть наема. Некий смысл. Увидим его. Да, мы его видим, но не глазами и чувственными, а глазами мышления мы видим смысл. И мы его точно так же, как восприятие схватывает предмет во всей своей чувственной полноте, точно так же мышление схватывает некий смысл. Вот стол как смысл, как идею, да, параллельно как бы тому, что стол воспринимается как некое нечто чувственное. Может быть тогда воспитание, так сказать, воспитание и чувства, да, воспитание, разработка этого восприятия позволяет нам в какой-то момент видеть более... Нет, тут проблема в другом состоит. Проблема состоит в том, что, например, я так воспитан, на самом деле, что все, что касается понятий, мне не очень понятно, как о понятии говорить, как о реальности. Понимаешь, вот даже я, привыкший к... Такой смелый. Да, даже смело идущий навстречу всякого рода нововведениям, да, даже мне как бы тут кажется, ну как вот так, как сказать, что понятие существует, как оно существует. Само это понятие не существует, надо говорить о том, что что-то, как наема, да, соответствующее понятие должно существовать. То есть наема и наизиса. То есть понятие на стороне наизиса, да, и мы как бы проектируем что-то, какие-то понятия вовне, да, вот как вот, я говорю, чашка, вот некая есть идея. Вот как говорил Гуссель, вот вещь, казалось бы, простая, кажется, простой, да, нечто, но на самом деле она же всегда профиль дана. И вот эти все многообразия профилей, да, и вот они объединяются в то, что называется вещью, только благодаря идее того, что такое вещь. То есть вот это и каждый раз, на самом деле, казалось бы, простая такая, простой сущий, как вещь, она на самом деле учреждается, да, благодаря идее вещи. То есть вот это присутствие, вот это вот проектие, как наема, да, вот она на этом. То есть, может быть, понятие это определенный профиль вещи, вот так может быть, то есть все-таки не мы проектируем понятие, а она проектируется на нас. И вот один из профилей вещи это смысловой профиль. Смысловой какой-то, да. Ну, так хотелось бы, хотелось бы, чтобы сама вещь нам смысл доносила, а не мы в него вкладывали, потому что если мы будем проектировать смысл, то получится Кант. Да. Потому что у Канта получаются чистые понятия. А Кант у нас уже есть один, нам второго не нужно. Дело не в этом, дело в том, что опять получится, что мы активные, а вещи пассивные. То есть не мы воспринимаем смысл, который вещь дает, а мы на самом деле им-то предаем смысл. То есть мы предаем смысл вещам. То есть не сама чашка по себе чашка, а как бы я ее воспринимаю как чашку, я как бы ей даровал. Предаем. Старо предание, а верится с трудом. Я ее предал как чашку, то есть я предал ему смысл чашке, да, соизволил, разрешил ей быть чашкой, и она стала чашкой. Приданная. Ты чё? Ничего. Я заговорю, чё с тобой. Не-не-не, а тут же будет какая проблема? Проблема, допустим, я не знаю там. Ну, я скажу, что это сердачный горшок, моя чашка. Не, это не очень интересно, например. А вот, допустим, вот смотри, а вот чашка. Не. А мы берём топор, да, мы можем топором рубить дрова. И, казалось бы, изначально смысл понятия топора – это рубить дрова. А, допустим, берём этим топором, забиваем гвоздей. То есть он становится молотком. То есть топор перестал быть топором, в нашей деятельности он стал молотком. А потом раз, допустим, топор, это, подложили топор где-нибудь, он стал подставкой. И каждый раз, что происходит? То ли мы используем, ну, некое сущее, да, многообразным способом, да, а оно сущее само по себе есть и позволяет нам использовать его многообразным образом, то ли мы каждый раз учреждаем. Один раз топор, другой раз молоток, а третий раз подставку. То есть само сущее – это ничто, да, это просто какое-то нечто, так сказать… Терпило. Да, да, нечто страдательное, именно страдательное. Ту, точно, сегодня язык говорится, что… Страдательное нечто. А мы активны. То ли всё-таки на самом деле на стороне сущих, на стороне вот вещей, также есть активность. Топоры затаились и ждут. Да, нет, 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 но там стят ещё. Ну почему-то мы же, мы же на самом деле, всё-таки в топоре же должна быть возможность, топора. Вот это вот ежит какое-то… А топор, кстати, топор, он же принуждает нас срубить. Он же тоже, понимаешь, вот там раз, пошёл… Ну ты же бодриер какой-то пошёл. Нет, 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 это не бодриер пошёл, это Раскольников пошёл. Пошёл Раскольников, значит, к старушке, взял с собой топор. Вот, он может быть уже, нет, он схотел её порубить, да, но может быть уже к тому моменту, как дошёл, вот, уже расхотел. Но у него был топор, и топор принуждал его. Я топор, мной нужно рубить. И он… А вот ты смеёшься на самом деле, а здесь ничего смешного-то нет. Нет, потому что так и есть. Нет, на самом деле вещи нас принуждают к определённому роду ехельскому. Это Соня смеётся. А вот это бодриер. Ну как, так и есть. Ну так оно и есть. Нет, не говорю, что так не есть. Условно говоря, помните, на самом деле, как вы любите в литературе-то, если там ружьё висит там, видим, во втором акте где-нибудь там. Да. В последнем акте, условно говоря, там, если-то, в последнем акте они должны выступить. То есть… В зрителях. Ну, неважно. Суть вопроса состоит в том, что вещи, они навязывают себя-то. Ну, допустим, мне больше раздражает какие-нибудь видео. Там, в Ютубе начинаешь что-нибудь смотреть, а там параллельно предлагается куча всего другого. Да, понятно. Они пытаются все меня соблазнить, а посмотри меня, понимаешь? Они как бы навязывают себя. Не просто же так, что нейтрально. Я только активный, а они там вообще никак. И так совсем-то там. Люди, которые ходят, там, какие-нибудь там, женщины, да, которые там одеваются как-нибудь там, особенно… Да, только они одеваются с ним. Ну, обязательно с ним. Летно, допустим, они как-нибудь одеваются, они там вызывают у тебя определенную лоточку. Ты думаешь, будь подставкой. Молотком. А она навязывает себя как женщина. А что ей подставку, мол, ты чё? Ну, это про топор, ты говори. Лучше что-то говорить про стиральную машину. Будет стиральная машина? Будь посудомойка. Будь посудомойка. Я не женщина. Ну, я посудомойка. Или, ну, точнее, наоборот. Чего? Посудомойка. Это не я говорю. Ну, ладно, мы скатились, как бы. А что там про это деление понятий? Оно хоть имеет смысл разрабатывать эту тему? Мне кажется, надо попытаться. Во всяких случаях, меня всегда бесило такое деление. Вот. Я помню такое вот деление, как ты говоришь. Про понятия? Да. Вот, допустим, у этого товарища, который преподавал нам, ну, и вам тоже, Бранский, да? Несчастный. Вот. Эту философию науки у него было такое разделение, что вот есть физика, есть феноменологические теории, а есть, как бы, вот какие-то теории, так сказать, ну, теории, как теории, да? То есть, построенные фантазией и там, свободным каким-то творчеством ума, да? То есть, вот эти понятия теоретические вырастают. То есть, эмпирические понятия есть. Да, эмпирические понятия, а вот это теоретические понятия. Вот. И меня всегда раздражало это. Почему? Потому что, ну, а где ты, как ты тут проведешь границу? Вот. И где ты увидишь этот опыт? Хорошо. Из-за того, что границу нельзя провести, это же не возражение. Да. А ну, скажем так, что, если мы, может быть, конкретные какие-то понятия будем брать, в конкретной ситуации, то будет понятно, почему. Ну, на самом деле, как бы, возражение-то основное и раздражение вызывало то, что в этой схеме все выглядит так, как будто бы есть опыт, из которого вырастаются, соответственно, эти феномологические понятия, и этот опыт в некой чистоте находится и не захвачен уже теми теоретическими понятиями, которые там вот как бы отдельно потом надстроены. на самом же деле он пропитан ими, он видится сквозь них, и, соответственно, из них вырастают феномологические понятия просто как какие-то огрубления тех теоретических понятий. Или нет. То есть, опыт теоретически нагружен. Да, да. Именно так. Но здесь, опять же, ты пытаешься в общий разговор. Да, в общий разговор. Да. Ну, вот, например, вот у нас состоялся такой разговор по поводу противоречия. Вот, противоречия... То есть, я к тому, что надо вот эту тему разорвать, но только так, чтобы Бранский не оказался прав. Нет, смотри, хорошо. Понятие противоречия – конкретное понятие. Является ли оно феноменологическим или оно чистое? Угу. Потому что изначально эти понятия противоречия, ну и само этимологии слова, которое она имеет греющим... Противоречия. Это спор какой-то. Да. Ну, противоречия – это как бы вот некая... Речь, которая идёт против... Две речи идут против друг друга. Один говорит друг другу, друг другу. Нет, это ещё противоположность. Но такие две речи... Нет, это противоположность то, что лежит напротив. А противоречия – это вот две речи, которые входят в конфликт. Да, я понимаю. Но конфликты входят именно логически, когда по поводу одного и того же высказываются в одном и том же отношении разное. И вот когда такое случается, возникают противоречия. Так вот, противоречия. Можно ли это по понятию рассматривать как феноменологическое? Вот Игорь, например, Данил предлагает, что... А вот конфликт. Вот есть, например, конфликт двух стран. Его даже можно выразить в противоречии. Одни считают, что одни там крутые, а другие считают, что другие крутые. Или они считают, что вот эта земля ихняя, а другие считают, что эта земля их. Поздравляю, да. Их. А одни считают, что ихняя, а другие считают, что ихняя. Это да, это уже хорошо. Вышел из положения. Вот. Вопрос следующий у тебя стоит. Является ли понятие противоречия феноменологическим? Или оно только чистое? Всегда. Потому что можно же конфликт описывать понятием противоречия. Можно говорить, что между Англией и Германией было противоречие. Так где ты там видишь чистое понятие? Фу. Это самое... Короче, где ты там видишь феноменологию? Не, ну вопрос... Англия сама по себе это уже не... Смотрите, изначально... Ну, в близости к жизни, понимаешь? Какая-то реальность. Это просто, так сказать, вот столкнулись с две стороны, это в каком смысле реальность. Да. Это конфликт. Вот. Можешь в голове держать два человека, друг к другу столкнулись, у них конфликт. Можно ли этот конфликт описывать в терминах противоречия? Ведь они могут, этот конфликт у них можно выразить в терминах противоречия же. То есть один человек скажет одно, другой скажет противоположное, там, противоречащее первому, да? И у них возникли противоречия. В буквальном смысле противоречия возникнут. Так вот, является ли, исходя из этого противоречия информальсическим понятиям либо вот и осуждаются чисто потому что то что она имеет чистую происхожу с ней тогда понятно ходить birth boom логике и она имеет внутренней какую то числе то чистое понятие если бы это понять она не может возникнуть из реальности потому что предполагается что вроде как реально patrs себе непротиворечити противоречит участок вроде чистый новичина чистое понятие значит обиж — применяться к реальности Или все-таки может, например, для описания конфликтов. То, что мы говорим, что, например, два человека не просто конфликтует, а противорищает друг другу, то это же тоже может быть противорище не только на словах, а у них есть конфликт, то есть некоторого рода отношения. Вот если уж так говорить, но есть и опыт мышления, и вот когда мы, допустим, мыслим, что А равно Б, и А равно не Б, мы сталкиваемся с этим опытом противоречия. Мы переживаем противоречия. Мы-то лично можем переживать сколько угодно противоречия внутри. Нет, ну... Речь идет о том, можно ли в реальности это приобрести. Нет, ну а как, вот эти переживания, это нереально, что ли? Это реальность. Не пойму. А, ты имеешь в виду про внутреннюю какую-то? Что есть как бы опыт мышления, без как бы, поправляя себя, есть опыт мышления, он тоже имеет какое-то отношение к реальности. И мы можем говорить о вот этом опыте, как что противоречия. Или вот ты смотришь передачу, да, смотришь передачу, там один человек говорит, и другой человек говорит, причем говорит так, да, я с вами согласен, и потом бла-бла-бла-бла-бла, и ты видишь, что это противоречия. То есть, иначе говоря, противоречие описывает, по крайней мере, взаимодействие людей или взаимодействие человека с самим собой. А ну, описывает. Потому что ты же не думаешь, о, эта ситуация логически характеризуется противоречивостью. Ты просто говоришь, о, противоречие. Ну, ты, например, сам рассуждаешь, вдруг понимаешь, что ты противоречишь себе. Ты прямо на противоречие указываешь чуть ли не как на предмет. Смотрите, говоришь, противоречие. То есть, в этом отношении что же получается, что противоречие феноменологические понятия. Но оно неприменимо, или применимо оно к реальности в смысле физики. Это оно применимо к физической реальности, например? Ну, может, нет, но это же не вся реальность, в конце концов. То есть, на самом деле, здесь надо так говорить, что противоречие... Является феноменологическим в одних областях и является чисто на других. Ну, может быть. То есть, все-таки есть привязка, вот я вот думал об этом. А это как родина такая, да? Да, нет, есть привязка понятий, да... К региону. К региону, да. В одном регионе оно может быть чистым, в другом регионе оно может стать феноменологическим. Так надо говорить. Палуется абсолютно. Палуется. Нет, просто это важно, на самом деле. Я об этом думал. А вообще я в свое время про феноменологию писал, как это, три странички или одну страничку, на тему того, что все различия феноменологичны. Просто они феноменологически произросли из одной какой-то почвы, а потом перекочевали куда-то. И там обнаруживают себя как нефеноменологичные. И если мы занимаемся феноменологией, наша задача как бы вернуть их на ту родную почву. То есть вот некие различия, которые есть в реальности, чтобы они встретились с различиями в мышлении. Но это не про понятия, а про различия. Ну, в общем, тоже самое. Не, ну смотри, все противоречия возникли как некие проблемы внутри речи, да? Когда об одном и том же высказываются два противоположных коридиката. А речь это тоже реальность. А речь это некая реальность, в которой мы живем. И мы должны как бы придерживаться в речи, чтобы таких вещей не возникало. Но потом мы переносим понятие противоречия, например, как Гигель сделал, на саму реальность. Скажем, на физическую реальность. А что мы тем самым думаем? Ну, движение там противоречивое относится. Ну, это значит, что мы всем дали язык, все у нас говорит. Вот движение, оно же согласно Зенону тоже противоречивое описывается. Как бы тело одновременно и стоит, и движется там, понимаешь? Тело же находится в одном месте и в другом. Ну, в силу непрерывности. Она только входит и выходит одновременно. Это противоречие же. Как бы в одном и том же отношении тело находится и в одном, и в другом месте. И получается, что так, видимо, во всем. Нет, просто я еще и чего, я боюсь, на самом деле. Я боюсь... То все еще станет феноменологичным. Нет, что надо придется каждое понятие так рассмотреть. То есть надо брать каждое понятие, смотреть сферу, в которой она является феноменологически, брать сферу, в которой она не является феноменологически. Вы сколько работа? Представляешь, там можно всю жизнь. Нет, этим занимался Аристотель. Но просто... Это так вот... Сука понятий, если... Знаете, за что Аристотеля не люблю? За то, что он вот такой занудный. Он начнет какие-то понятия объяснять. Вот это понятие сущие. Оно таково, другое, третье. А под сущим мы понимаем одно, второе, третье и прочее. Это все занудно. На самом деле, представьте, он рассмотрел все так понятия, которые он знал. Плождества, понятия, противоположности, противоречия. Не, из-за этого вообще не любят. Это же не Платон, понимаешь, который развлекает диалогом. А тут, представьте, теперь придется понятие противоположности, противоречия, потом сущности, существования и прочее. Все это рассмотреть, вот так каждый, и посмотреть, как с ними. С каждым. Продолжение следует...